Итак, первую часть мы сделали. Это уже мое приложение, и теперь мы хотим перейти ко второй части в наших настройках, где мы можем редактировать профиль. Итак, мы собираемся спроектировать этот экран, и здесь мы сможем устанавливать и удалять наше изображение или любую информацию о нашем пользователе. Так что давай перейдем к нашей раскадровке, и в нашей раскадровке мы сможем использовать этот минимум. Это довольно удобная вещь, если у тебя много просмотров. Мы можем использовать минимум, чтобы ориентироваться там, где мы хотим. И я собираюсь открыть еще один вид. И мы также собираемся установить это в виде таблицы. Контроллер табличного представления, и давай поставим его прямо здесь. Все в порядке. А теперь нам нужно создать что-то вроде игвай между этими двумя видами. Так я и сделаю. Мы можем сделать это либо отсюда, либо перетащить и показать, и это сделает свое дело. Или ты можешь сразу подключить свой сотовый сюда и принести его сюда, и тогда он вроде как работает без какого-либо кодирования. Каждый раз, когда ты нажимаешь на Segway в этой ячейке, он доставит нас сюда. Но я собираюсь создать общий Segway, и мы собираемся сделать все остальное в коде. Итак, давайте посмотрим на наш уже существующий пользовательский интерфейс, который мы собираемся спроектировать. И сразу же мы прошли часть нашего навигационного контроллера. У нас здесь есть это название. Давай установим наш титул. Это будет редактировать профиль, и для этого я не хочу иметь громкое название. Это приятно, когда мы находимся здесь в настройках, но это будет не очень приятно, когда мы находимся в другом представлении, которое похоже на второй обзор. Итак, здесь я хочу иметь свой маленький заголовок, так что способ, которым ты собираешься это сделать, это первый изменить этот большой заголовок на Never. А затем мы также установим его в коде на случай, если он не сработает. Обычно этого не происходит. Но в любом случае, мы собираемся сделать это в обоих направлениях, верно? Так что давай посмотрим на то, что у нас есть. У нас здесь есть две секции. В первой секции есть две ячейки, одна и две, а во второй секции только одна ячейка. Так что выбираем табличное представление, которое мы собираемся установить на статические статические ячейки, и давайте избавимся от последней ячейки. У нас здесь только две и первая камера. Высота будет составлять 100 очков, потому что нам нужно поставить здесь много вещей. Так что давай перейдем к нашим измерениям и установим их на 100. И второй я собираюсь оставить как есть, потому что это займет всего лишь текстовое поле. Так что давай начнем с нашей верхней части. Нам нужен вид изображения. И мой вид изображения снова будет 60 на 60. И еще я собираюсь установить это на 0,0, чтобы мы могли получить это и расположить вручную. И давай дадим некоторые ограничения, которые я хочу, и постараемся остаться такими, какие они есть слева, а сверху равными нулю. И давай установим изображение нашего аватара, чтобы у нас было некоторое визуальное представление о том, с чем мы работаем. Тогда с правой стороны я собираюсь поставить несколько узлов. Так что давай возьмем ярлык и поместим его прямо здесь. Я собираюсь открыть это, и мы сделаем это двумя лайнерами. Так что измени количество строк на две. И я тоже собираюсь выбрать цвет, чтобы быть Let's System Grade. Два, может быть, да. А давай сменим этикетку. И я собираюсь сказать, введите свое имя и добавьте необязательную фотографию профиля. Все в порядке. И давайте добавим ограничения для этого нуля, нуля и высоты, чтобы они были равны 60 точкам. Упс, на левой стороне мы забыли что-нибудь установить. Это будет. Давай исправим некоторые восемь пунктов. Итак, у нас есть наши синие рекомендации, которые означают, что все сказано правильно. А теперь мне нужна еще одна кнопка, которую мы поместим под нашим изображением здесь и этой кнопкой. Давай сделаем так, чтобы это был текст для редактирования. И давай установим x равным 16, y равным 70, а также ширину и высоту. Я собираюсь установить значение 60 пунктов для ширины и 30 пунктов для высоты, и заголовок будет отредактирован. Так, давай установим. Посмотри сюда. И мы приготовили все для верхней части. Теперь нам нужно текстовое поле здесь. И давай возьмем одно текстовое поле, и я собираюсь расположить его здесь, увеличив это, и вы можете увидеть это здесь. Когда я выбираю свое текстовое поле, у него нет никаких границ, так что в ячейке ничего нет. Так, давай продолжим и сделаем то же самое здесь. Итак, мы выбираем, чтобы у нас не было никаких границ. А также для нашего текстового поля. Если ты видишь, когда я начинаю редактировать, у нас автоматически появляется эта кнопка, которая позволит нам удалить все из нашего текстового поля. Так, давай и это сделаем за 4 часа. Во-первых, я хочу установить свои ограничения. Я хочу, чтобы это было посередине по вертикали, и давайте поставим по 16 с каждой стороны. Заполнитель. Давай установим его на имя пользователя и заглавные буквы. Давай поставим предложение и очистим кнопку. Мы хотим, чтобы это появлялось во время чего угодно. Давай выберем это и посмотрим. Хорошо, мы на самом деле не можем запустить это сейчас, потому что у нас нет возможности добраться туда, потому что мы еще не установили наш переход. И на самом деле есть еще одна вещь, которую я хочу сделать, это автоматически включить клавишу возврата. И причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что видишь ли, когда мы набираем здесь, позволь мне вызвать клавиатуру, у нас будет эта клавиша возврата. И это действительно сэкономит нам время. Так что я собираюсь автоматически включить его, и клавиша возврата будет не просто по умолчанию, но мы собираемся изменить это на загар, верно. Итак, у нас есть этот заданный фон. Нам не нужны пары во время редактирования. Все готово, все готово. Похоже, у нас все готово. Так что теперь выбери свой вид таблицы. Давай продолжим и создадим вторую секцию. Я собираюсь выбрать свою первую ячейку и удалить это, и вместо этого у нас будет наша новая ячейка здесь. И у этого будет индикатор раскрытия информации. Так что я собираюсь избавиться от заполнителя. Итак, каждый раз, когда наш пользователь нажимает на ячейку здесь, давайте также избавимся от нашего текстового поля Table View, а не Table View. И вместо этого мы собираемся заменить его лейблом. Потому что здесь пользователь не собирается вводить информацию, а вместо этого он собирается выбрать информацию из доступных. Так что давай продолжим и установим это вертикально в центре. А давай поставим 16 очков здесь и 8 очков справа. Измени шрифт, чтобы он был пользовательским шрифтом нашего приложения. И давай выберем что угодно. А еще я хочу сделать этот медиум. Да, и может быть немного больше, может быть 18 очков. Хорошо, значит у нас тоже есть этот набор. Все хорошо устроено. Что мы хотим сделать, так это прежде всего создать контроллер, который будет управлять этим пользовательским интерфейсом, а затем мы хотим активировать этот Segway. И для этого мы собираемся дать этому Segway имя. И чтобы дать Segway имя, ты просто выбираешь это, чтобы получить к нему доступ в коде. Тебе нужен идентификатор, а затем ты идешь и вызываешь это. Я собираюсь вызвать эти настройки, чтобы отредактировать раздел профиля профиля. И еще я собираюсь скопировать это, потому что нам это не понадобится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok